а также я благодарю спонсора нашего показа магазин инструмент проф кому интересно все ссылочки у меня в описании на сайт заходите или можете через меня ребят ознакомиться с продукцией этого магазина а также значит у меня 23 марта напоминаю день рождения у нас будет розыгрыш вот значит разыгрываться такие часы такая флешечка форме болгарки вот макитовская сберем флешка брелок скажем так коробочки ну я еще добавлю призов для рождения 2 это не интересно при заботе в поболее там чем с мелоки добавлю что это значит розыгрыш специально для моих покупателей у меня будут и отдельный розыгрыш для всех но это для стимуляции моих покупателей кто покупал у меня не знает в этом году до моего дня рождения могут поучаствовать для этого нужно быть у меня в друзьях или в группе и там значит закреплена фотография на главной и вы увидите там идет полная регистрация кто хочет покупателей 23 марта мы разыграем эту флешку и часы так что у вас есть две недели времени чего-нибудь у меня купить для этого приходите вы как короче будьте у меня в друзьях заходите спрашивайте что вас интересует я вам скину праве все дела всем привет с вами дядя саша и сегодня у нас очередное видео обзор на бесконтактный детектор green ли от компании но перед этим как обычно всегда призы сегодня у нас очень интересный приз приз от компании эгэ причем не простой в том плане что эгэ сейчас немерено этого эгэ а это именно раритетик синенький видите это эгэ дел до слияния еще с компанией титя и очень классные вещи синие все знают многие охотятся на дрели штроборезы синенькие еще их иногда можно найти в загашниках новые или мало был вещь классная все знают потом когда стали делать рыженьки к сожалению в эгэ качество упало и так дальномер от компании эгэ 15 метров дистанция что мы еще видим помимо этого он может считать у нас квадрат и может считать кубатуру кубики плюс клипса прикольная на пояс вот такой вот у нас детектор мне просто хотелось посмотреть где он сделан распечатать не хочу там инструкция целая книга блин но явно не в китае в те времена китай не делали вещь классная так что кто выиграет повезет считая потому что для электриков редко нужно большие расстояния кто в квартирах коттеджах работают вот около 15 метров будут как правило хватать для задач и удобно можно наносить на пояс а на халяву так еще удобно значит так для того чтобы участвовать в розыгрыше что нужно сделать все как обычно ребят делаем значит в любых соц сетях века инстаграм и так далее репост на это видео и потом под этим видео в ю тубе выкладываем комментарии с доказательством того что вы сделали этот репост ссылку на него все очень просто кто не понял может зайти на любое мое видео с последних там 20 возможно и под каждым этим видео есть розыгрыш и примеры того как регистрироваться да прям под этим видео вы увидите как ребята регистрируются тоже много раз играл в розыгрыше и так поехали сегодня у нас на нашем обзоре бесконтактный детектор от компании гринли какой-то прикольный детектор gt16 его маркировка предназначен он бесконтактный детектор предназначен для индикации переменного напряжения ну не только переменного но переменного от 5 до 1000 вольт и потом посмотрим я вам покажу просто как он будет работать с постоянным на примере охранных датчиков все это вы увидите попозже значит так давайте его взвесим первое что меня удивило то что он работает от одной батарейки так что смотрим вес 44 грамма интересно стало плен одинаково практически то что он работает от одной батарейки 1 батарейка а три буква до этого все которые встречал были работали на двух батареях этот на одной как вы поймете далее еще больше паразит но потом увидите здесь отверстие у нас для динамиков расположена корпус такой вот не чешный но до этого мы с вами рассматривали гринли 13 модель 413 там кашу был поинтересно вроде корпус научу здесь тоже так ничего но там все таки было по при по прикольной прищепочка тоже неплохая прищепка здесь зачетное колесико чувствительности и отсек для батареек вот у нас отсек сейчас мы попробуем открыть и посмотрим что здесь и отличительная значит черта его тоже придумали прикольно как открывается отсек с батареей я уже тоже тоже поматерился благодаря моему видео кто купит он не будет материться хотя наверняка есть инструкция это дело сто процентов но на блестере нет инструкции любом есть значит берем и проворачиваем раз провернули вот так вот есть такая метка выпуклость точнее вот видите это указывает где нужно быть и зажимает чтобы лучше зажимал зажим вот какую-нибудь ткань убавки карман или еще пояс вот и за одной метка раз провернули все открыли здесь по заведите такая батареечка уже стоит батарейка 3а это круговато стоит что придется помучиться в скользкие руки даже удушить ну так просто скользит придется тряпочку брать сейчас вытаскивать но я все же русский человек я подумал что это дочь у них садишь маски батарейки какие-то но пытался тянуть за утконос и конечно чуть царапнул еле-еле но если бы сильнее то навредил в общем смотрите когда эта штука это не батарея это просто защитный чехол скажем так нажимаем и здесь пазик есть вот здесь двух сторон и прокручиваем вот видите спазов она вышла и все вот это даже и не защитный так они сделали чтобы протекал ток она как бы контактная группа значит вот у нас батарейка такая местная не знаю такую фирму вот она одна видите больше нету значит вставляем также в пазике и проворачиваем в бок все включили проверка все работает сейчас кстати подойдем к этому моменту закрывается значит как у нас может и знаем вот ставим опять же в пазы и проворачиваем об все закрыли до интересно это сделано дело я чуть как обычно что-то не сломал наверняка многие узнают во мне себя которые не любят читать инструкции к эксплуатации к таким простым вещам думать блин ничего сложного не должно быть ну ладно значит так поставили мы батарейку на место заодно узнали что она 3 а еще раз убедились и что мы можем увидеть здесь у нас выключатель и одновременно это регулятор чувствительности больше меньше вот когда мы включаем эти она сразу высокая чувствительность и нужно убирать на минималку то есть я такого тоже не стрелал не встречал обычно когда включаешь минималка вот тут сразу максималка не знаю чем это может быть для безопасности где-нибудь работаешь высокое напряжение чтобы не расслабился включил и сразу она поймала его ну это возможно как вариант и я не претендую я не инженер изобретал эту штуку вот ну все мы рассмотрели взвесили может быть только можно еще посмотреть что она чуть длиннее то есть она набор чуть меньше мелоки чуть длиннее но несущественно если кому-то интересно место в рюкзаке инструментальными или сумки 14 сантиметров ну мелоки соответственно 15 значит то еще не сказал переключением вот как сейчас гринли запатентовал эту тему и кто не видел мое предыдущее видео с 13 гринли то я там рассказывал что эта система самоконтроля то есть когда вот она так вот через определенный промежуток времени мигает это она себя тестирует это знать что батарейкой все порядке и что микросхема все в порядке и прибор готов к работе эксплуатации вот это тоже важно так сейчас мы пока выключаем в одном покажу упаковку наверняка есть любители английского языка и что-то себе подчеркнут я подчеркнул единственно что фирма очень старая 1862 год там значит основали два брата два брата то ли близнецы они по моему были не помню большая традицию этой фирмы и американские электромонтажники любят работать этим инструментом но не только детектор это много чего есть бокорезы и значит утконос и всякая приблуда и рюкзаки даже видел ну чухош там тестеры детекторы всевозможное вот значит сделано в китае сама фирма искал основатель в америке в сша поэтому так что я забыл сказать я сказал что от 5 до 1000 ворд она работает и забыл только сказать вам что частота 50 до 500 герц в сети может работать ну сейчас мы посмотрим как она работает и с переменными с переменным напряжением как с постоянкой покажу на основе охранной сигнализации сейчас мы все это посмотрим мы сейчас находимся у меня в квартире в коридоре здесь у меня я делал теплый пол здесь вместо и датчик регулятор я сам штабил поэтому все четко знаю чу как вниз естественно идет нагревающий кабель сверх сверху идет питание вот отсюда покажи пожалуйста вот и вверх туда идет здесь рядом домофон вот у меня здесь тоже идет штаба я сам делал здесь и охрана сигнализация ставится снимается и сам видеодомофон и штаба идет вверх тоже на потолок и покажи пожалуйста вот здесь вот где мы делаем обычно видео это место вот здесь у нас стенка здесь я хотел картину повесить нанесу потом передумал и сделаем подсветку зеркала хвост торчит так вот когда это все делал я забыл про этот выпуск и уже у меня сделали машинную штукатурку я расстребил положил сюда значит эту и здесь поэтому глубина небольшая может 8 миллиметров ротбанта накида на обои поэтому здесь все детекторы берут без проблем мне часто покупатели спрашивают а найду я за бетоном там 5 сантиметров нет конечно я всем отвечал там 5 миллиметров максимум там сантим штукатурки но это и сущая правда и вот здесь вот я вам показывал произошло чудо смотрите сначала возьмем например мелоки детектор мой рабочий я вот и провожу но он ни черта не берет также я беру сейчас повыше над видеодомофон где знаешь труба есть он тоже ничего не показывает еле еле это на издыхание ну вот здесь он ни черта не показывает вообще значит что здесь произошло здесь бетонные стены в этом месте и произошло как я сначала хоть отштробил потом ко мне приехала машина штукатуркой накидала а слой примерно до пяти сантиметров в коридоре были большие перепады здесь где-то я думаю в районе трех с половиной четырех сантиметров до бетона и вот значит берем наш гринли включаем ставим поменьше читательность пробуем так еще не хватает сейчас я увеличу еще вот пожалуйста покажи вниз регулятор я просто шоке ни один детектор до этого не брал такие глубины так сейчас покажу тишина муки и так со всеми а здесь даже ему большой чувствительности не понадобится везде у нас поменьше делал высокая так сейчас побольше все нашел здесь правда много проводов и на питание идет и куча слаботочки широченная штроба вот он и показал здесь вот еле-еле но здесь не такая большая глубина по той причине что провода уже были я там добавлял чего-то поэтому здесь поменьше чем 4 и мелоки вот здесь в этом месте на излёте ки где-то цапал вот еле-еле а там где значит у нас пол регулятор пола там ни черта не брал ну сейчас я вам покажу далее еще кучу ну вот подошли мы к нашей любимой табличке ну здесь он на максималке возьмет люто на всю стену поэтому не имеет смысла здесь здесь наоборот мне интересно как он будет на минималке брать точность штробы круто вот буквально от полосочки как она нарисована я не хочу рисовать потому что ты взял маркер но если ты наведешь на все и вот мой палец то это самый точный результат будет от ногтя и до этого у всех рассеянность было больше жалко не взял маркер не как плохо подготовился просто думал нет смысла потом подумал ну как нет нужно минималку посмотреть там где точно нужно саморез сжахнуть и рассеянность большую не нужно поточнее вот пожалуйста у меня самая высокая точность не надо такое дело подписать не поленюсь сейчас возьму маркер ну вот сходила за маркером не поленился к 16 подписал и сейчас мы увидим вот видите да все по честному все вот это самое точно самое точное показание у тр-16 так что это вообще просто четким меня конечно я уже до этого понял что он четкий эмоций уже нет но когда я первый раз увидела конечно был в шоке потому что он и минималку возьмет точно чтобы саморез крутить и максималку где поглубже вы видели там где у меня где аштробил показывал регулятора пола вообще вещь вещь вообще бы сейчас вам еще покажу ну вот мы находимся у меня в ванной это у меня блок выключателя розетка под зеркалом под кафелем кафель там где-то 8 миллиметров не помню примерно толщина здесь во всей ванной меня сначала цпсом забахали с перекоса были сантиметра 4 тоже минимум плюс плитка то есть пять сантимов тут до штробы сто процентов с кафель такой пирог здесь мы зеркало и выше зеркала штроба то есть чтобы я не по зеркалу здесь вот это идет штроба видите вот и взял вот она закончилась идет вниз соответственно выключатель с потолка распред коробки это взять мелоки все этим выкинем унитаз ничего не показывает а грин или меня просто потрясает просто потрясает то что он вытворяет здесь у меня на кухне значит фартук бог знает сколько он там толщиной не знаю пол сантима наверно может меньше я не этот не мебельщик не могу заблуждаться далее опять же машинная штукатурка тоже угла ровняли под мебель тут сантиметра тоже 44 плюс это вот фартук значит здесь у меня я просто штробу знаю сам сами дела отсюда идет вверх и здесь каш рука штроба потому что идет не только на эту розетку еще распред коробка она просто закрыта здесь по моему да у меня распред коробка я думал просто по три вырезать передумал потом и сделал там распред и заглушила здесь идет значит еще вниз на стиралочку то есть на посудомойку я делал на духовку посудомойку поэтому широко много кабеля пришло ну и смотрим то есть видно провожу значит мелкой свои ну естественно таких глубин она не берет берем наш гринли все он взял красавчик вот она широко видеть вообще чего столько лет делал пока не знал что такое аппарат существует ну конечно за глубоким бетоном тросоискатель все дела ну блин 4 сантиметра это потрясает это часто можно каких-нибудь там не знаю хрящовка брежниках стали как он просто будет выручать вах-вах и точно определять на минимальной регуляторе чувствительности по максималке вытягивать вообще вещь это отвечая просто когда хочется взять и в унитаз слить блин еще столько лет сколько вы меня раз был выручал такие были случаи не знаю но не знал вот нашел в радость вам электромонтажный признаете что нужно брать вот это место которое мы сейчас делали это снимаясь далека что было понятно вот шкафчики там наверх идет немножко бардак был на кухне просто я хотел показать крупно показывал сейчас показал как этим плану как что выглядел и как как мы это снимали и вот в этом месте где моя рука вот мы нашли отсюда шла шторба наверх 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 туда и на потолок и сейчас вам еще покажу второе место и вот второе место где у нас видеодомофон где у нас регулятор теплого пола здесь вот мы делали свои испытания так вот значит у нас ну там внутри заштроблен на глубине примерно четыре сантима и на потолок естественно ну и соответственно все эти наши места где всегда делаю рядом то что все было честно без обмана из всяких там яких я конечно хотел на столе же сделать но скажу так я поражен этим детектором рекомендую очень настоятельно рекомендую купить кого нет и задумываться к покупке комби детектора вещь классная самая крутая можно все остальное в помойку это вот царь детектор на 7 я с вами прощаюсь с вами был дядя саша участвуйте в розыгрышах крепкого здоровья вам и вашей семье и хороших вам заработков до свидания ну конечно я что-то забыл снять и вот у меня охранный датчик 12 вольт постоянного тока через бесперебойник работает у меня на постоянку здесь вообще никаких штроб в этой комнате я сделал все штробы по соседним комнатам и коридорам и на потолке в этом месте черта нет то есть никаких наводок абсолютно ну вот пожалуйста нас вот он там провод сверху идет все берет четко сейчас еще покажу в другом месте . но вот в коридоре место это же дачи охранной новогодний олешек ничего страшного вот пожалуйста тоже 12 вольт постоянного тока то есть работает как-то так